Тучи сгущаются. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупреждает об угрозе нового мирового кризиса. Что же так взволновало главу МВФ, выяснял Дмитрий Анопченко. Одна из самых цитируемых экономических новостей. Авторитетное агентство Bloomberg приводит слова директора-распорядителя МВФ, взволновавшей многих. Тучи на горизонте, о которых мы предупреждали около шести месяцев назад, сгущаются день ото дня. Кристин Лагард открыто говорит о возросших сейчас рисках для мировой экономики, одна из главных причин для которых торговые войны. По словам Лагард, самая большая угроза, она образно называет ее самой большой и черной тучей, это вовсе не новые пошлины, которые поднимают Соединенные Штаты. В ответ это делают другие государства. Такое в новейшей истории уже бывало. Это риск подорвать доверие, поставить под сомнение работу международных финансовых институтов и глобальные механизмы торговли. Она избегает прямых упоминаний Трампа, но всем и так понятно, о чем говорит Лагард. В условиях, когда американский президент отказался подписывать итоговый документ канадского саммита «семерки», а участникам G7 не удалось убедить его даже отложить введение новых пошлин, страны пойдут искать правды во всемирную торговую организацию. Кто бы ни стал проигравшим, одну из сторон конфликта, или европейцев, или штаты, решение все равно ведь не устроит. Можно смириться, но это вряд ли. А стоит поставить под сомнение беспристрастность или полномочия ВТО, как вся система экономических сдержек и противовесов может начать рушиться. Вот почему всегда осторожная в оценках и прогнозах Кристин Лагард сейчас сгущает краски. Проблема ведь не в конфликтах между странами. Государство ссорится и мирится, как сейчас Соединенные Штаты и Северная Корея. Это неприятно, но не смертельно. А в фонде хотели бы избежать сценария, когда благодаря публичному конфликту между политиками, или неосторожному слову в Фейсбуке, сама основа мировой экономики может быть поставлена под сомнение. А после полной обиты споров канадской встречи, основания для таких опасений есть и весьма серьезные. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.